9 сентября в России отмечается День танкиста. Как в Кирове пройдет праздник, а также об истории отечественного танкостроения и известном памятнике танке Т-34, расскажет Милана Поварницына. Праздник танкиста в нашей стране не менее любим и почитаем, чем День пограничника или десантника. Для кировчан он особенно дорог. В годы войны в нашем городе налаживали производство новой бронетехники. В начале развития советское танкостроение копировало иностранные бронемашины. Самая первая партия танков была изготовлена на Сурмовском заводе по заданию Ленина. В середине 20-х годов в Красной армии насчитывалось порядка 80 бронеотрядов. Поворотным моментом в истории танкостроения стало заседание ЦК ВКПБ в 1929 году. Именно на этом заседании было принято решение о создании на заводе, где занимается, где профилирует тяжелое машиностроение, создание первых танково-конструкторских бюро. Вот такое конструкторское бюро было организовано на Ленинградском заводе «Большевик». Впоследствии из этого бюро вышли знаменитые конструкторы Троянов, Астров, Морозов, Кошкин. Члену политбюро ЦК Сергею Кирову было поручено контролировать качество советских танков. Первые боевые машины, танки Т-34, были изготовлены конструкторским бюро под руководством Михаила Кошкина. Уникальность этих машин в том, что броня танка была непробиваемой. Они признаны лучшими танками Второй мировой войны. И сегодня на Октябрьском проспекте на постаменте стоит танк Т-34-85. После Великой Отечественной войны танков Т-34 оказалось очень много, где-то порядка 70 тысяч. И когда в 70-е годы стали поступать на вооружение уже более современные танки, такие как Т-54, Т-55, было принято решение правительством нашей страны о том, что из танков Т-34 делать памятники, то есть символ победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. В Кирове во время Великой Отечественной войны было выпущено около 4,5 тысяч танков и артиллерийских установок. С сентября 1941 года до февраля 1943 года на заводе 1 мая производили легкие танки Т-60, потом более современные Т-70. Но танки Т-34 в Кирове не выпускали. Этот абсолютно новый танк привезли на завод 1 мая, где в 1941-1943 годах изготавливались танки. Его устанавливали ночью с помощью двух кранов, накануне Дня Победы, 29 апреля 1967 года. Также в марте-апреле 1942 года в здании Театра юного зрителя размещался штаб 114-й отдельной танковой бригады, которая участвовала в знаменитой Харьковской битве в 1942 году. День танкиста – возможность для кировских ветеранов вспомнить о былых подвигах и героях. 7 сентября в 15 часов в Клубе ветеранов пройдет встреча ветеранов-танкистов и участников Великой Отечественной войны. А 9 сентября в 11 часов на Октябрьском проспекте возле танка пройдет митинг. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.